Именно здесь, на этом самом месте, через два года появится плавкран Григорий Просянкин грузоподъемностью 700 тонн. Его назвали в честь знаменитого кораблестроителя, создателя атомного флота СССР. Имя Просянкина – это еще одна страница возрождения плавкранастроения в Севастополе. В нашем городе плавкраны такой грузоподъемности не строили со времен Советского Союза. На торжественной церемонии и сын героя социалистического труда Виктор Григорьевич Просянкин. Он приехал из Северодвинска. С огромной теплотой относится к Севастополю, к городу, куда его отец переехал после выхода на пенсию, и где похоронен кораблестроитель. Город очень нравится, очень. Можно сказать, что это второй мой город, поскольку часто бывал, и все знаю, ориентируюсь, как в своем городе. Отец был руководителем двух крупных предприятий, которые находились в городе Северодвинска, откуда я приехал. Он руководил длительное время, последние годы на Севмаше, 15 лет, до этого на Звездочке, столько же, поэтому человек очень достойный. Традиция давать имена плавкранам на Севморзаводе появилась еще в середине прошлого века. Здесь уже есть Чевноморец, Богатырь, Слава Севастополя. На торжественном событии городское руководство, представители духовенства, будущие корабелы и рабочие центра судоремонта «Звездочка», люди, которые и будут строить плавучий кран. По традиции, на секции будущего судна устанавливают закладную доску. Инструмент монтажа закладной доски будет переден в музей Севастопольского морского завода. Этот проект действительно очень важен. Очень важен, я думаю, он по нескольким причинам. Ну, во-первых, он очень нужен заказчику, Севмашу, потому что на Севмашу он развяжет многие логистические цепочки погрузочные, разгрузочные. Во-вторых, он, безусловно, важен для Севморзавода, который сейчас восстанавливает компетенции в строительстве плавучих кранов. Ну и, конечно, он очень важен для рабочих, для людей, для жителей Севастополя, потому что это заказ, это зарплата, это бытовые социальные условия. После завершения строительства доставлять плавучий кран будут по морю в Северодвинск, на предприятие, которое выступило заказчиком работ. Кроме погруза разгрузочных работ, в акваториях Григорий Просянкин будет нужен для транспортировки тяжелых предметов на верхней палубе кораблей и судов. Мы очень надеемся, что и в этих условиях Севастопольский морской завод с присущей ему, как всегда, щепетильностью, тщательностью, с нужным качеством, в нужные сроки изготовит этот кран, 700 тонн. И он послужит на благо строительства атомного подводного флота Российской Федерации, на морскую ядерную составляющую России и на адмирал Нахимов. Между прочим, мы тоже будем пользоваться этим краном, который должен в 2022 году стать флагманом российского флота. Это большой атомный ракетный крейсер. Для выполнения такого объемного заказа центру судоремонта понадобятся дополнительные рабочие места. В ближайшее время наберут более 100 человек. Это производственные рабочие и инженеры. Плавучий кран Григорий Просянкин – второй тяжелый кран, который будет построен силами филиала Севмурзавода. Примерно год назад здесь же началось строительство плавкрана со звучным именем «Севастополь» розоподъемностью 400 тонн. Работы планируют завершить примерно через два года. Заказчик наш – одно из предприятий, объединенной судостроительной корпорации. Значит, мы его строим в графике по проекту «Коралла» по строечному. Проект этого плавучего крана также разработали в Центральном конструкторском бюро «Коралл». Его высота составит 45 метров. Весить конструкция будет более 1200 тонн. Наверное, впервые с начала 90-х годов завод наш севастопольский получил возможность планировать свою работу на длительную перспективу. И, как здесь уже говорилось, имеется возможность увеличивать численность рабочего класса, инженерно-технических сотрудников. Был Севмурзавод определен единственным предприятием, предприятием «Коралл». Она в действии, вы это все видите сами. Конечно, ЦКБ «Коралл» и Севастопольский морской завод с честью выполняют этот заказ. Оказывать содействие в развитии отрасли плавкораностроения будет и правительство Севастополя. Данный кран будет изготовлен полностью силами российского судостроения. И, что крайне символично, плавкран спроектирован в нашем городе на ЦКБ «Коралл». Соответственно, это полностью российская разработка, которая будет реализована силами российских судостроителей. Севмурзавод – ровесник Севастополя. Предприятие было основано в 1783 году. За это время произвели более 70 плавкранов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн. Кроме того, по федеральной целевой программе выполняются техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Но на Севмурзаводе не собираются останавливаться только на собственных компетенциях судоремонте и судостроении. По словам руководства Центра судоремонта «Звездочка», работы всем хватит. Есть еще такая сфера, как государственный оборонный заказ, техническое обслуживание, сервис кораблей и судов, военно-морского флота, в первую очередь, Черноморского флота, Новороссийской военно-морской базы. 9 ноября заложили небольшую часть днища, на которой будет установлена громоздкая грузоподъемная конструкция. Выполнить заказ планируют за два года. Передавать плавкран заказчику будут в декабре 2020 года. Это не просто начало стройки. Маленькая часть понтона становится символом продолжения возрождения судостроения в Севастополе. Это очередной шаг в укреплении лидерских позиций предприятия в отрасли плавкраностроения. Светослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.